Получить консультацию врача, сидя за компьютером, никаких очередей и тягостных минут ожидания. В 21 веке это стало возможным благодаря активному развитию телемедицины. В Тверской области эта сфера развивается в самых разных направлениях, от оказания помощи пациентам и до повышения квалификации самих медицинских работников. О том, что такое телемедицина, в сюжете прямо сейчас. В реалиях сегодняшнего дня актуальность телемедицины растет с каждым днем. Она позволяет получить консультацию узкого специалиста, в первую очередь, жителям отдаленных районов области. Проводится онлайн-прием на бате лечебного учреждения, в штате которого есть врач нужной направленности. Телемедицинские центры практикуют как проведение экстренных и плановых консилиумов, так и лечебно-диагностическое консультирование. Не нужно личное общение доктора с пациентом. По крайней мере, это не нужно на каком-то этапе. Вы вполне можете сообщить доктору свои жалобы и получить список необходимых обследований, которые также переправить. Вот в наших сегодняшних реалиях чаще всего после этого идет уже общение с доктором личное. Новые технологии позволяют, ко всему прочему, и самим медикам, как обмениваться опытом с коллегами из других регионов, так и повышать квалификацию. В Тверской области на базе областной клинической больницы работает телемедицинский центр. Стараемся обучать своих коллег, меняться опытом, чтобы все стационары Тверской области работали по одним алгоритмам, в одних стандартах, и везде был высокий уровень оказания помощи. Мы работаем с федеральными центрами тоже с помощью телемедицинской технологии. У нас центр телемедицины. Всех тяжелых больных мы обязательно консультируем, согласовываем лечение с институтом Сеченова, с 52-й больницей. Губернатор Игорь Руденя еще в 2018 году отметил важность расширения границ телемедицины в Тверской области. Тогда глава региона подчеркнул необходимость составить карту, на которой будут обозначены районы с центрами телемедицинских консультаций, связанных с областной больницей, где при необходимости врач может связаться со специалистом из Твери в присутствии пациента. Это уже онлайн-консультация, где присутствуют два человека с двух сторон экрана, плюс присутствует пациент, докладывается пациент, докладываются результаты его обследования. Кроме того, может с определенной натяжкой телемедициной можно назвать, например, дистанционное описание некоторых видов исследования. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери, насколько они осведомлены об особенностях такой услуги. Опрос показал большинство опрошенных, а телемедицины знают. Более того, граждане самих разных возрастов поддерживают такой вид общения с врачом. Это и удобно, и главное, оперативно. Про телемедицину вы что-нибудь слышали? Да, слышала, пока не пользовалась. Консультация с доктором, конечно. Можно позвонить врачам и бесплатно будут там консультировать. И таблетки, лекарства будем принимать, слышала. Ну, если я буду уверен, что я непосредственно с врачом общаюсь, то я думаю, что да. Это очень много времени экономит. Достаточно пообщаться пару минут, допустим, с врачом через веб-камеру и не тратить время для поездки. Слава богу, здоровье нормальное, не интересуюсь. Я интернетом не владею, поэтому я в интернет не хожу. Еще граждане сошлись на мнении, что в любом случае необходимо на каком-либо этапе лечения показаться лично специалисту. Доверять только профессионалам и, главное, обращаться в те медицинские учреждения, где имеется соответствующая лицензия.